привет всем мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я готовлю 3 вида хачапури кому интересно оставайтесь со мной кстати будут еще несколько лайфхаков для кухни готовлю опару 300 миллилитров теплой воде добавляю дрожжи 11 граммов у меня добавляю полтора столовых ложек сахара чайная ложка соли и 3-4 ложки муки помещаю хорошо и отложу на 3-5 минут просеиваю килограмм муки делаем углубление муки и добавлю яйцо со следом добавляю опару перемешиваю тесто хорошо вымешиваем тесто и накрываем полотенцем оставляем на 40 минут друзья пока подходит тесто я хочу с вами как и обещала поделиться несколькими лайфхаками лайфхак номер один это с кофемашиной у меня дорогие у меня кафе машина но я не пользуюсь очень часто и мне очень удобно в этом машине заваривать чай кстати чай привезли детям из Курции и спели съездить это вот пятый месяц и чай у меня до сих пор еще остался стоить значит в машину засыпаем вместо кофе чай заливаю воду закрываю включаю включаю и вместо кофе завариваю чай это первый лайфхак у меня есть еще несколько готовлю начинку начинка у меня конечно же сулугуни у кого нет сыра а хочется хачапури можете приготовить вместо сулугуни положить творог добавьте просто соль по вкусу и одно яйцо еще один интересный совет если вы посадили пятно на одежду то ни в каком случае не застерывайте горячей водой обязательно застеживайте холодной водой а после уже стирайте как обычно она отстирается и будет как новая я пробовала и поэтому делюсь с вами вот дорогие мои у меня есть очень много таких хакап но сейчас уже время подошло для хачапури надо готовить хачапури пошла я готовить тесто у меня подошла наношу на руках масло растительного немножко для того чтобы не прилипали к рукам тесто достаю выкладываю на стол вымешиваю отложу минут на 3 конечно же накрываю пакетом режу тесто на 3 части начну с хачапури эти две кругляшки я накрываю пленкой тесто делаю тесто овал ложим начинку сыр я обязательно вложу и в боках сыр многие не ложат а когда пекутся они и вот эти бока она как просто хлеб сыром конечно вкуснее с сыром вкуснее загибаем с обоих сторон делаем вот такое вот с ошемлением прищипаем вот эти концы то есть у меня есть везде сыр форму уже сами придаете кому какой нравится можете продолговатую можете более пошире это уже на ваш выбор и вкус и заполню еще сыром серединочку намажу желтком и отправлю в духовку в этом этапе выкладываю и разбиваю яйцо посередине и отправляю обратно в духовку готовлю негревские хачапури негревские хачапури у нас круглые выкладываем сыр на тесто на тесто заворачиваем как хинькали и ненужную отшипаем придаем придаем круглую форму намажу сейчас сверху желтком и сверху присыпаю сыром и сверху негревские хачапури яйц и и и и Есть жирные пятна на кафеле, на газе или где-нибудь. Значит, что мы делаем? Заливаем в емкость 2 столовых ложек соды, уксуса столько же и жидкость для митя посуды. Все это сполтаем, наносим на грязные места. Ждем минут 10 и отмывайте. Она очень хорошо очищает. Я пробовала как-то. Это было давно. Готовлю табилишки хачапури. У табилишки хачапури тоже круглая форма. Тесто немножко выпрыгиваем. Выкладываем начинку. Начинка чем больше, тем вкуснее. Табилишки хачапури готовятся на сковороде. Завернем как хиникалии. Ненужное тесто от Ширпай. Отправляем на газ. Табилишки хачапури готова. Намажем сверху обязательно масло сливочное. Это билишки хачапури. Готово и аджарские хачапури. Аджарские хачапури едят вот таким образом. Вот и мегрелский хачапури. Друзья, у меня хачапури готова. Пишите в комментариях, какой хачапури вам больше всех понравилось. Мегрелский, аджарский или дыреский. Кто не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайки. И до новых встреч.